Друзья мои дорогие, всем привет! Вы на канале Секреты вязания от Ирины Акман. Сегодня у нас небольшой обзор пряжи FIABA от фирмы Lines du Nord. Вот так выглядит логотип производителя. Помните, я вам раньше когда-то показывала в обзорах пряжи, в посылках, распаковках вот эту ниточку. Давайте прочитаем на этикетке, что нам пишет производитель, что это за пряжа. 60% шерсти, вот видите лана, 40% акрила. В 100 граммах 200 метров, стирать изделие из такой пряжи нужно руками, сушить горизонтально, не отбеливать, не гладить, но и в машинке в барабане не отжимать. На спицах номер 8 они советуют вязать. Цвет у меня номер 2, посмотрите какой красивый сверху, насыщенный розовый, потом такой становится светлее, 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 потом переходит в бежевый и внутри серый. Кстати, вот же, я же вывязала уже одну бобинку. Один моток, друзья, я вывязала, посмотрите какая красота, друзья, мне так понравилась эта пряжа. Вот, если честно, вот когда я начала вязать первые 2 ряда, я вяжу и у меня, знаете, такое ощущение сухости в руках, постоянно кажется, что она цепляется, ниточка, знаете, как вот, ну, за кожу, знаете, вот есть такое ощущение. Потом привыкаешь и она кажется уже такой мягкой, она не колется. Я прикладываю пряжу к шее. Мне, друзья, вообще она не колется, я бы с удовольствием носила вот этот шарф, но, как мне кажется, мне совсем не идет розовый цвет. Не знаю, может мне нужно стать мамой девочки, потом я полюблю розовый. Вяжу этот шарф для подруги, друзья. Ей, думаю, отлично он подойдет. Она любит розовое, носит. Так что смотрите, друзья, палитру, вставлю вам, давайте, на экране, посмотрите, какая красивая палитра у этой пряжи. Вязать эту пряжу нужно руками, естественно, не на машинке. Давайте я сниму этикетку, посмотрите. Ниточка к ниточке очень плотно, видите, так прилипает, так сказать, сцепка такая происходит. Очень похоже эта пряжа на махер, друзья. Но это не махер, это шерсть. Шерсть такая пушистая, классная. Вот так она вблизи смотрится, друзья. Видите, какая нежная, нежная, мягкая такая, приятная на ощупь. Эта пряжа бюджетная, друзья. Посмотрите цены на эту ниточку в своем городе, в своей стране. И я вам оставлю обязательно ссылочку под этим видео внизу, нажимайте кнопочку еще, ссылку на магазин, где я заказывала эту ниточку, оставляю вам внизу. Обязательно смотрите. Как мне кажется, эта ниточка не очень популярная, по какой-то причине, не знаю, может люди просто не знают о ней. Но я вот, например, зашла в инстаграм, чтобы по хэштегу поискать изделия из этой пряжи. Хэштег Linus Dunor или что-то подобное я писала. Нашла немного изделий, но все-таки они есть. И все отзывы об этой пряже были хорошие. И мне она понравилась. И в изделиях, которые я видела, и в изделиях, которые я вяжу сейчас. Ширина ниточки, друзья, видите, вот где-то вот к сантиметру приближается. Но это пушок такой вокруг вот этого акрила. Видите, сантиметр, вот оно пушистость. Вот это на сантиметр вправо и влево от акриловой нитки по центру. Пушок, если вот так провести рукой, он местами может быть более плотный, а местами более, так сказать, меньше его. Видите, вот здесь вот, например, нету. Дальше идем, идем, его больше. Как комочками, знаете, так видите, здесь больше. Дальше вот еще больше такой кусочек. Прямо видите. Дальше может быть меньше, вот как здесь на ощупь. Вы поняли, да? Благодаря тому, что вот такая как бы неравномерная ниточка, и получается вот такой классный эффект. Посмотрите, какое классное полотно. Простой лицевой гладью, вот. Невероятно мягкое такое, классное. И вот эти уплотнения из этой шерсти, видите, вот, например, вот. Они выделяются и видны. Смотрите, вот здесь какой переход. Вот видите, серый такой красивый. Потом светлее серый идет, бежевый. Потом плавно приходим к розовому. Розовый-розовый становится более насыщенный. Видите, камера отлично передает свет. Вот такая эта ниточка и в жизни. При вязании, друзья, пряжа не расслаивается. Вяжется легко. Я вяжу на спицах АДИ. Естественно, нужно для такой пряжи использовать металлические спицы. Но она, я не могу сказать, что сильно скользит. Видите, просто вот медленно двигается по спице себе. Не летает, не слетает. Такого нет вообще. То есть, уверенно, петли сидят на спицах. Приятно вязать. Ничего не колет. И мне понравилось. Пряжа не сыпется на ноги. То есть, когда я вот держу изделие на коленях, то иногда от разной пряжи я увижу много ворсинок у себя на коленях. Мне это очень не нравится. От этой пряжи, на мое удивление, нету никаких ворсинок. Отлично. Ничего не расслаивается нигде. Ну что, чему тут расслаивается? Тут одна нитка акрила и пушок на ней насажен. Петли из этой пряжи сохраняют свою форму, как вы видите. Вот я достала спицу. А все петельки, видите, как стояли, так и стоят. И легко можно опять надеть все петли на спицу. Вот я просто это показываю, чтобы вы понимали, вот какая пряжа. Чтобы вы в уме себе как-то представляли, какая она держит вот так форму. Каждая петелька. Готовое полотно вот так вот смотрится. Не косит. То есть, прямо все. Вот видите, нет никакой косины. Все отлично. Очень мягкое полотно получается. Отлично драпируется. Приятное. В общем, для шарфика идеальная пряжа. По поводу катышек сейчас я вам много информации не могу сказать. У меня есть личное подозрение на то, что она будет постоянно вот так вот подваливаться. Особенно после стирки. Но, в принципе, она будет сохранять вот такой вот красивый, вот как сейчас, внешний вид. Вот эти уплотнения пушка вот этого, вот этой шерсти, они так и будут оставаться. Сколько я не щупала пряжи разной, вот такая похожая пряжа, она, в принципе, вот такой и остается при носке. Немножко, может, будут появляться катышки, которые легко можно будет снять. Если вы, друзья, вязали уже что-то из такой пряжи, обязательно, обязательно напишите под видео в комментариях ваш отзыв. Особенно, если вы вязали шапку из такой пряжи, шарф или кардиган, например, какой-то. Вот на кардиган тоже эта пряжа, почему бы и нет, можно и связать, будет классный такой. Еще эта пряжа мне понравилась тем, что ниточка нигде не была разорвана, вот пока я вязала. Никакого узелка вообще, вот она от начала и до конца вообще ровная, отличная. Нету никаких дефектов, знаете, там сильных утолщений здесь на нитке или вообще какого-то пробела, знаете, лысого такого. Не было такого. Ну, я и связала только один моток, посмотрим еще и второй, но я думаю и второй тоже такой же будет. Производитель советует вязать из этой пряжи изделия на спицах номер 8, но я попробовала на восьмерке вязать этот шарф. Немножко рыхловато получается, лицевая гладь, знаете, с такими дырочками, вот оно и сейчас есть дырочки, видите, да? Я взяла все-таки семерочку, спицы номер 7, получается чуть-чуть плотнее. Ну, знаете, для шарфика хочется, чтобы не продувало, правильно? Поэтому я решила использовать спицы номер 7. Получается более плотненькое такое полотно и теплее, как мне кажется, не так будет продувать. Производитель не советует вязать эту пряжу крючком, поэтому я даже и не пробовала ее вязать крючком. Так, по поводу того, сколько раз можно распускать. Друзья, я пока вязала образец из этой пряжи, распускала раз 5, вот в начале. Вот 5 раз распустила туда-сюда, перевязала образец, думала, каким узорчиком, думала, разный подбирала. И, знаете, ничего с ней такого не случилось. Ну, чуть-чуть она подвалялась, но в изделии это вообще незаметно. Посмотрите, вот какая разница. Вот хвостик, который я распускала вот эти 5 раз, не такой хвостик пушистый, как вот этот у меня. Видите, какой пушистенький. Вот этот пушок после первого раза, как только вы связали первый раз, он уже немножко, так сказать, забивается. Поэтому много, очень много раз не получится перевязывать, если вы ошиблись. Естественно, нужно вязать образец перед вязанием изделия, поэтому вяжите всегда образец. Свяжите нужного размера 20 на 10, хотя бы на 15 в высоту, чтобы сделать расчет, и это нужно делать. По-любому придется пожертвовать пряжу на образец, но потом эту пряжу можно распушить, может как-то после распускания, и ввязать в полотно, если оно будет незаметно, вот это такое ввязывание. Вот давайте покажу, если распустить эту пряжу, смотрите, вот видите, один раз. Более-менее такая же пушистая и остается, но чуть-чуть, конечно, уже подвалялось, видно. Но так как вы уже будете вязать этот шарф по моему мастер-классу, то вам не нужно будет никаких делать перевязов, вязать образцы и расчеты. Вам нужно будет взять две бобинки и связать для себя любимый шарфик в том цвете, который вам отлично подходит под ваш цветотип, под вашу внешность. Поэтому не переживайте, вот этот шарфик вы будете вязать по мастер-классу, и у вас получится, и по поводу распускания не переживайте, особенно начинающие. Вот эта пряжа подходит идеально для шарфиков. Для шапки, друзья, она будет продувать, конечно, в ушки будет продувать, но, знаете, смотря какая погода, если не ветреная, то можно связать и шапочку, почему бы и нет. Можете вязать детские изделия из одного моточка, вот детское какое-то изделие из двух моточков, можно детский кардиганчик, комплект, шарф и шапочку. Можно свитер регланом сверху связать, в общем, что угодно, платьичко можно попробовать, будет теплое такое, длинное для девочки. Она подходит и для деток, и для взрослых, я не думаю, что она сильно прям такая, чтобы влезла. Пушок достаточно плотно сидит, и нету такого, что сильно прям влезет, знаете, вот видите, не тянется сильно, нормально в общем. Стирать этот шарф я буду так, как советует производитель, обязательно только руками, и использовать буду или шампунь, или какое-то средство, вот у меня эколан есть для шерсти, можно попробовать его, будет отлично. Я его, значит, постираю этот шарф один раз в смоющем, потом прополоскаю до чистой воды, оставлю в раковине, вот так сбоку, вода стекает у меня обычно, он становится легким, обычно такой пушистый всегда становится легким-легким. И потом я его сложу, наверное, вдвое, я так думаю, потому что он будет длинный этот шарф. Выровняю его так по краям, чтобы ничего у меня не подкручивалось, и вот так вот шарфик высохнет на сушилке, и все, ничего с ним не случится, не вытянется. Как вы видите, я закончила серым цветом, и сейчас у меня есть два варианта, либо перемотать вот этот розовый, все, аж до конца, в отдельную бобинку и вязать потом от начала, ну, в смысле, изнутри, или достать как-то, ну, сложно найти серый цвет, оно все так слиплось, так сказать. Вот так можно, видите, достать, сейчас буду искать кончик нити, и буду привязывать вот к этому серому, и продолжу вязать шар. Я советую вот так вот достать ниточку, найти кончик серый, прикрепить, если вы вяжете точно так же, как я. Бобинка удобная, можно вязать и изнутри клубка, видите, дальше пойдет, дело отлично, она вот тянется, нитка нигде не стопорится, нормально. Пряжа мне понравилась, друзья, пишите ваши отзывы об этой пряже, обязательно в комментариях, обязательно, очень вас спрошу. Я понимаю, что сколько людей, столько именений, кому-то нравится пряжа, кому-то нет, но главное, пишите честные отзывы, потому что это самая, вот, самая ценная информация для всех вязальщиц. Посмотрите обзор пряжи и прочитать честные отзывы, вот какая она есть. Эта фирма Lines du Nord, ну, достаточно известная, я думаю, уже среди вязальщиц. У меня еще есть моточки разные от этой фирмы, будем с вами тоже вязать из них. Пишите, нравится ли вам эта фирма, эта пряжа. Жду, друзья, ваши отзывы, подписывайтесь на наш канал обязательно, нажимайте на колокольчик, не забывайте, чтобы на почту вам всегда приходили уведомления о том, что на канале вышло новое видео, новый мастер-класс. Вяжите шарфики, утепляйтесь, потому что на улице похолодало и обязательно вяжите что-то не скучное, а такое вот яркое, красивое, как и вы сами. Обнимаю вас всех и всем пока-пока, до встречи!